Традиционно начали с уроков о важном. Вперед! Новой темой для большинства классов стал труд, выбор профессии и стремление за мечтой. Специально для которой сняли новый а-ля промо ролик со звездой слова пацана Леоном Кемстач. Незамасоватый сюжет, где молодой парнишка думает над будущей профессией. У него хорошо получается что-то конструировать и изобретать. Но боится, что в жизни с этими навыками никому не будет нужен. А тут на пути в колледже появляется препод, который дает ему поверить в себя и по итогу хэппи-энд все счастливы. На самом деле круто, что министерство образования старается подтягивать на такие проекты кумиров молодежи, кто-то реально может прислушаться и задуматься. Правда игра самого Леона как будто чутка подкачала. Я лично видел того же пальто, только с другой прической и образом. Ну и качественно все нарезали монтажеры, динамика некоторые моменты сглаживала. Да, согласен, тоже мне показалось. С Егором Кридом было лучше, бля, про мошенников в интернете, где он рассказал. Вот там было вообще хайп. Что вас за скамит? Я признал. Я реально признал. Вот меня звали на съезд видеоблогеров, короче, мировой. Мы садились за огромный круглый стол, кто в мафии, если вы понимаете о чем. Ну я не вру, у меня вон жена стоит, бля. И мы реально, типа, ну, признаем его. Я говорю, да, признаю, короче, почти единогласно, прикиньте. На выходе зритель видит обычное 15-20 минутное видео, где все красиво смонтировано, есть спецэффекты, графика, Джимми с друзьями круто выглядит в кадре. Да, круто вообще. Но мало кто задумывался, что за такой картинкой стоит огромная команда. Да, я думал, один сидит. Бля, да ты чё? Я думал, ну реально один сидит, монтирует, привозит на машинах, короче, всякие, блядь, декорации, короче, краны грузит, сам всё делает, прикольно. В сети появилась запись со съёмок крайнего ролика, где только в операторской комнате сидело 16 человек, следящих за площадкой. Круто, блядь. Всего же им понадобилось около 300 камер, чтобы ухватить все эмоции и ракурсы, где располагались участники челленджа. Круто. Я думаю, в их офисе людей ещё раз в 5-6 больше, так как на таком... Бля, ну короче, новость о том, какой он крутой, да, типа? И делать всё маленьким количеством человек крайне сложно. Блядь, охуенно. Тем более, что теперь Beast будет стараться выпускать видосы по 40 и более минут. Тем самым они продолжают готовиться к съёмкам самого масштабного в мире реалити, которое ранее у них заказал онлайн кинотеатр Amazon Prime. Бля, круто. Бля, новость про то, представляете, мистер Бист такой крутой и богатый. Спасибо большое, охуенно новость. В СМИ просачивается всё больше инсайдов предстоящих съёмок новой части супергеройской саги Человек-паук. Так как девушка главного героя Зен-Дея в роли Мэри Джейн по сюжету забыла Питера, сценаристы хотят добавить ему новую вторую половинку. Основной кандидаткой считает... Чего, блядь? Какую? ...звезду сериала Эйфория Сидни Суини. По слухам, именно с ней Марвел находится в продвинутой стадии переговоров, а некоторые пишут, что контракт уже под... Блядь, это новости про блогеров или про Марвел? Что ты нам рассказываешь, блядь? Готовят не просто роль обычной девушки, а женщины-кошки. Да, круто вообще, который фильм тогда хуйня и был, короче. ...не появлялась в экранизации Паука. Зато в мультфильмах ярко себя проявляло, поэтому изюминку, особенно с талантами Суидни, внести в картину точно сможет. Вау, блядь, наконец-то ещё супергеройский фильм, блядь, это очень круто. Относительно немного... Вот бы быстрее вышло, блядь. ...до премьеры второй части игры в Кальмара. Первую не смотрел, вторую тоже не смотрел. С материал отснят, сейчас идёт стадия постпродакшена, которая завершится к концу лета. А вот Мистер Бис бы уже завершил. ...ночтут мощную пиар-компанию по продвижению... Блядь, что это за киноновости, блядь? Я кого смотрю, нахуй? ЧБУ, блядь, или как его, блядь? Особенно... Да похуй мне на... Опа, придурок. Немного затих в последнее время Мэлстрой, который полторы недели назад улетел обратно в Турцию и сейчас чилит под солнцем. Сюрпризы от него не закончились, так как в ближайшее время он вновь собирается вернуться в Москву. О, ждём, ждём, блядь. ...для завершения какого-то незаконченного дела. Бро, давай к нам быстрее уже, бро. Что именно это будет, пока не раскрывается для интриги, но обещает что-то масштабное. Дело у меня в целом... Блядь, блядь, наконец-то, блядь. Ну, плюс-минус нормальные бедыщи. Я, в общем-то, хотел сказать, что я ещё, получается, поеду в Москву скоро. И у меня одно дело осталось. Надеюсь, Мизульна напишет пост, видели, блядь? Мизульна пост написала, что, типа, ну я вообще, ну вот как такое можно... Ну вот так, да, вот такой есть, чувак. Типа, она всех, ну вот, реально, все, кто чё-то не так сказал, блогеров, да, заслужены или нет, так скажем, ну, пишет на них всех заявления, а вот про Мелстроя просто амбассадор Казика, который такую хуйню вытворяет, она написала большой пост, что, типа, ну... Ну вот так бывает, конечно, да, типа, вот... Ну вот такое может... Я не могу поверить, что такое есть, понял, понял? Удачная работа! Пока не буду ничего говорить, но это будет, и вы своеобразно, это уже рекорд. Ты в последнем выпуске? Бля, я нахуй эту хуйню... Ну ладно, я уж, наверное, раз начну, надо смотреть. Ну вот такое бывает даже, прикиньте, вот... Вот такие люди есть, блядь, да, не поддерживаем. Есть конфликт Литвина и Васильева на теме зубов, которые ранее обещал сделать Миша. Он вкинул на стриме, что просто так готов сделать блогеру хорошую улыбку. С парнем связались его модераторы... Да у него улыбка до ушей была, я пиздец лежу. Я вот отвечаю, клянусь, мы с пацанами когда сидели, это обсуждали, что ему, типа, денег он хочет дать. Я реально, я сидел такой, хоть бы он ему дал бабок. Блядь, это будет контент, и я... Но деньги долго не могли перечислить. Он уже сразу там, выебон у него, икорка, типа... Сейчас пивка с рыбкой, бля, охуенно, вообще, бля, это реально... Вот без шуток, без хейта к Васильеву какого-либо, я его сразу, ну... Я его не задрачить хочу, ничего, реально лучший контент-мейкер прямо сейчас. Отвечаю, подписан, и очень интересно, блядь. И вот вчера вся сумма... Очень интересно, блядь. ...миллион рублей была получена наличкой. Отчет, о котором Васильев... О, икорка, блядь. Бля, икорка. ...публиковал с разных ракурсов. На зубы дали денег, а я икорку, блядь. Меду получил от мела, сейчас покажу. Бля, все деньги прохуярит. Миша, привет. Да я помню, что я последний выпуск... Данил Лосинша пытается создать инфоповоды из очередных колких высказываний на стримах. Почему-то в последнее время он прям вцепился в Крида, и все, что вокруг него происходит. Вот это интересно, блядь. Пару динок спутил про их роман с Аминой. А вчера первым назвал Егора в число желаемых кандидатов в будущие бои. А также задавался вопросом, почему он не служил в армии и не получает повесток, хотя тоже годен. С кем хочешь бой? Ну, с кем я хочу, те не хотят точно. С Кридом можно было бы оставить. С Кридом? С ребенком? Не надо ребенка бить. Но он не захочет. Ой, какой жесткий выпад, блядь. Че, ты че так? Ну, бро, у него отец очень богатый, понял, скажите, в этом прикол. Очень влиятельный, очень, ну, как тебе сказать, невероятно влиятельный, поэтому не парься. Господи, я уже тоже типа русский. Ну, бро, жизнь такая несправедливая, кому-то везет, понимаешь, кому-то не везет. То есть надо, короче, это понимать момент, понимаешь, кому-то повезло, кому-то не повезло, бро. Да забей хуй, че париться-то. Да забей хуй, вот и все, ну, вот ему повезло, тебе нет, всякая хуйня бывает. У Геры начали строить планы на ближайшие майские праздники, когда никто практически не будет работать. Бля, башка уже болит, это хуйня, бля. Галина решила нестандартно ехать на природу из шашлыки, а вновь вырваться за границу. В январе ей удалось посмотреть лишь малую часть Америки. Бля, как мы за нее счастливы, бля, круто. В Лос-Анджелесе и немного на Гавайях. А скоро полетит в главный деловой центр страны Нью-Йорк. И там ей еще на дни рождения Заира нагадали времяпрепровождения с каким-то парнем. Хотя в данный момент у нее никого нет. Бляаааа. Я вот влечу в Нью-Йорк в следующем месяце. Как пройдет мое путешествие? Родители просто есть, бля, ребята, я, я, бля, я извиняюсь. Даня Милохин, прости. Я не в этом смысле, что он, типа, бля, нихуя себе. Я не в этом смысле, что Даня Милохина из детдома, типа, говорил, что у него просто папа влиятельный. Типа, что у него есть, а у тебя нет. Я не в этом смысле, что у него реально просто папа крутой, типа, ну, реально очень влиятельный человек. Только в этом смысле... Бля, пиздец, некрасиво. У меня нет грусти. Да. А все пишет. Бля, мне теперь Даня Милохина отпиздит. Не, я тоже могу, ребят. Вот мне там что-то... Конечно, он меня отпиздит, но я тоже, как бы, ну, не промах, блядь. Че там нахуй? Не, я тоже въебать в ответ могу, конечно. И, скорее всего, с одного удара на улице ляжет, как... Ну, кто жил на улице, тот знает, блядь, что на улице с одного удара падают обычно, блядь. И бьют обычно самые маленькие первые. В парке все бывшие. Чувствуют стресс. Я не пизжу, ребят, у меня жена стоит здесь. Да. Бля, мы с Юлечкой вместе посмеялись. Шиперем, блядь. Американец может, ты можешь. Ой, блядь. И, видимо, мы с ним напрягаем ночью, блядь. Остальные ребята хайпхауса тоже собираются в отпуска. Например, Катя Голышева специально прилетела в Минеральные воды, где есть посольство для обучения Шенгена. Круто, блядь. Если туристическое разрешение одобрят, то она с подругами собирается полететь на пляже Греции, где ранее ни разу не была. Блядь, как мы за них сейчас... Круто вообще. В России неожиданно вновь заработал ТикТок, но пока только на айфонах. После очередения... Что, блядь, реально? Но у масштабного обновления все начало работать, как и раньше. Нужно лишь удалить старое приложение... Я думал, просто... Да это пиздеж, короче. Там просто разводили раз 500, я помню, что... Видосы делали о том, что все, ТикТок теперь можно в России, типа... И люди удаляли, короче, свои эти профили, блядь, за которые деньги платили. В настройках сменить регион на любой, кроме РФ. Ну и в конце заново скачать ТикТок и войти в свой аккаунт. Весь функционал работает... Реально работает, да похуй, я вот... У меня сертификат вот этот куплен, блядь, пока вот до конца не дойдет, буду сидеть. Как раньше, только маски можно использовать с включенным ВПН. Скорее всего, это очередной временный сбой, и скоро все пофиксят. Но пока есть такая лазейка, можете пользоваться. Нахуя? Если же у вас, как и у меня, Андроид, то я... Ребята, пользуйтесь, подписывайтесь на мой ТикТок. ...новую версию мода, которая корректно работает почти на всех устройствах. Круто, блядь. Есть и свежие рекомендации, новые функции... О, у меня украли идеи, я видел этот ТикТок, это у меня украли, блядь. ...лифка ролика. Полную инструкцию по установке вы можете найти в моем основном Телеграм-канале. В самом верху есть закрепленные... А если аккаунты будут угонять вот этим модом, ты будешь лично отвечать, бро? ...если вы его не видите... Ладно, да хуйню, чё ты нам рассказываешь, да будет ещё новость? ...это найдите через поиск вот этот пост. Далее выполняйте всё, как там написано... Да, блядь, ты заебал, всё понятно, блядь. Сид рекламируют мне хуйню какую-то, блядь. Чао.